Доброе утро! У меня есть учительский набор с собой. What is it here? Nightshades. A cup. And we have another cup. And one more. I know this is different. Да, это немного по-другому, чем мы привыкли. And that's okay. И ничего страшного. Holy Spirit, thank you so much for being with us. Спасибо тебе, Дух Святой, за то, что ты сегодня с нами. Thank you that you are always with us. Спасибо за то, что ты всегда с нами. And thank you that you are in us. Спасибо за то, что ты в нас. And we continue this morning to rely on you. Мы продолжаем полагаться на тебя в это утро, Иисус. В том, чтобы ты ввел нас. Мы полагаемся, что ты еще больше воссияешь в наших сердцах. Потому что мы хотим видеть больше Иисуса. Спасибо тебе, Бог. Аминь. У нас были встречи в Урал-Хоп в последние несколько дней. У нас было классное время вместе. И мы вместе учились, как задавать Духу Святому хорошие вопросы. Вопросы, которые помогают нам лучше узнать, какое сердце у Бога по отношению к нам. Как нам лучше понимать, как Бог с нами общается? So, one of the things we learned is that you need the right question to ask the Lord. И одна вещь, которую мы усвоили, это то, что нужно задавать Богу правильные вопросы. Правильный вопрос помогает нам понять, что Бог хочет нам сказать. So, the right question is the key. Это ключ. So, I have a question for you today. И у меня к вам сегодня есть вопрос. Are you ready? Вы готовы? My question is... И вот мой вопрос. Are you hiding a terrorist in your home? Or in your closet? Прячете ли вы террориста в своей кладовке? What? Что? I know, I used to hide the terrorist called self-pity in my home closet. Я помню, что я в своей кладовке прятала террориста, которого зовут самосожаление. Я прятала у себя в спальне в кладовке террориста, которого звали депрессия. Right. I used to hide the terrorist name, named fear. Террориста, которого звали страх. When I say hide, I mean, take it in. Когда я имею в виду... Cover it up. Прятать. Find a nice safe place where he can stay that nobody else knows about. And kind of treat him like he's my friend. So my question for you today is... Is there a terrorist hiding underneath your bed or in your bedroom closet? I like calling him the terrorist. I like calling fear the terrorist. Мне нравится называть их таким образом. Мне нравится... Страх террористам нравится. Потому что это помогает нам понимать, насколько страх плох. It's very easy for us to allow fear to just walk right up to our front door, so to speak. И нам очень легко взять и допустить то, чтобы страх прошел через нашу переднюю дверь. To knock on the door and say, hey, will you let me in? I'm coming in. Постучаться в дверь и сказать, пусти меня, я хочу зайти. Or, you know, he could easily sneak in through the back door if he wanted to. Если бы ему захотелось, он бы и через заднюю дверь очень легко прошел. Or climb in through the window, right? Или через окно. I did that. How many can relate to fear being a terrorist and sneaking into your house some, one of these days in your past? И кто может сказать, что он также допускал этого террориста под названием страх в ваш дом однажды? Yeah. I think we can. Кто-то из нас может наверняка. Listening to fear. Тогда мы слушаем страх. Когда мы с ним находимся в партнерстве. Это будто бы мы, когда слушаем террориста. Это как будто находиться в партнерстве с террористом. Я могу об этом говорить, потому что я это делала. Когда мы что-то очень много делаем в Америке, у нас есть пословица. Я это делала, и я купила футболку. Причина, по которой нам нужно понимание того, что есть страх, следующее. Потому что страх был создан для того, чтобы вы оставались на том месте, на котором вы есть, и не двигались дальше. Работа страха заключается в том, чтобы мы продолжали смотреть, просто буквально пялиться на проблему. И страху нужны друзья. Но самая неправильная вещь здесь, которая касается страха, это то, что страх делает между мной и Богом. Самая большая проблема, которая есть в страхе, это то, что он встает между мной и Богом. И мы тогда задаем вопрос, Бог, где ты? Мне кажется, что ты меня оставил, и тебя там нет. Когда мы разрешаем страху стать нашим советником. Когда мы с ним дружим. Мы обычно своих друзей в дом запускаем и говорим, да, конечно, проходи. Если мы находимся в партнерстве с страхом, то мы начинаем быть в партнерстве с тем, кто обвиняет Бога, и начинаем обвинять Бога, спрашивая Его, где ты? Вот что делает страх. Я это с особой целью принесла, потому что легко запомнить картинку. Когда есть я, есть Господь и страх посередине. Вот что происходит. Вот что здесь происходит. Я не могу видеть. Трудно различать. И если Бог что-то делает ради меня, как я могу быть с Ним в согласии? Я не могу. Потому что я не могу видеть. Я не понимаю, что Он делает. Потому что я обращаю внимание на страх. Это понятно? Если вот это я надела, цель этого, чтобы свет не проникал. Если эти очки не сломаны, если с ними все в порядке, и кто-то зайдет в комнату и включит свет, я об этом не узнаю. Вот это и происходит, когда мы слушаем страх. Труднее распознать близость Бога. И что нам делать? Давайте поговорим о том, когда страх становится нашим советником. Поговорим о советах истинных и о советах ложных. Мне нравится этот стих в первом псалме. Он говорит о том, чтобы быть среди совета тех, кто любит Бога. Слышать его и видеть истинный совет. Это будет псалом 1, с 1 по 3 стих. Радость тех, которые не идут на совет нечестивых. Или идут в собрание развратителей. Или присоединяются кощунникам. Или добавим к этому, слушают террористов. Мы же можем это добавить, правда? Когда мы слушаем праведный совет, мы наслаждаемся законом Божьим. И в третьем стихе говорится, что мы будем, как дерево, посаженное при потоках вод. Мы будем приносить плод всегда. Но когда мы сталкиваемся с страхом, мы делаем вот это, и это не может принести много жизни. Давайте поговорим о нашем утреннем расписании. Кому нравится встать с утра и выпить кружескую чаю или кофе. И мы сидим за столом и думаем о нашем дне. Что произойдет, если страх придет к столу и скажет, присоединяйся ко мне. Я думаю, что случается такое, когда я сижу за своим кухонным столом, и вот что я делаю. Да, я согласен. Действительно, так ведь. А что ты думаешь? Я не знаю, что ты думаешь. Я не знаю, что ты думаешь. Мы это делаем. Мы слушаем нашего террориста. Он не наш друг. Убирайся с моей кухни. Тебя здесь не ждут. Террорист страх Он может быть великаном в вашей земле, в вашем сердце, в вашем доме. И у меня есть пара вопросов, над которыми я хотела, чтобы вы порассуждали. The first was, are you harboring, are you hiding a terrorist in your home? Who is your terrorist? What is your terrorist? Кто этот террорист? In other words, who is this giant? Кто этот великан? Другими словами. God is shining light for us today. Бог сегодня проливает на нас свой свет в это время. I really like that we were singing about light. God, you are light. You bring light. Мне нравится, что мы пели о свете. Бог, ты приносишь свет. And he brings light always for the purpose for us to continue to go with him and advance with him. И он всегда приносит свет в цели, чтобы мы шли с ним и продвигались вместе с ним. So today he's bringing the light not for us to feel bad about bringing this terrorist into our house. И он сегодня приносит этот свет для того, чтобы вы боялись вот этого террориста. But he's shining light so that we can agree, we can change our council table and agree with God and say fear bye-bye. So what is your biggest fear right now? What is before your face taunting you? I remember, I mean, we have many fears. I remember one of my biggest fears that God shined the light on about five years ago. И да, у нас, конечно, много страхов. Но я помню, что на один страх Бог пролил свой свет в моей жизни пять лет назад. There were, there had been many things happening with our youngest daughter. Многие вещи происходили с нашей младшей дочерью. And I was terrified that harm was going to come to her. And I was scared. And I was scared. Terrified. I was scared. So much that I thought, oh my gosh, she might die. And the Lord put his finger on that. And God на это указал своим пальцем. He wanted me to be free of that and to trust him. Он хотел, чтобы я была свободна от этого и доверилась ему. That's why I was terrified because I didn't trust him. Вот почему я была напугана. Я ему не доверяла. So in his goodness, в его благости, in his kindness, в его доброте, he said, come and look at me. Look again at who I am, Sharon. Посмотри, Sharon, вновь на того, кем я являюсь. I want to do something in your heart so that you can really believe, not just know up here, but know here. He orchestrated situations in my life that caused me to stop and turn and look at him. And I had to face the question, God, are you really good? And what does that mean? I discovered I was believing lies about God, that I was in unbelief, that I was in unbelief. My goodness, fear is nasty. It blinds us. If we listen long enough to fear and fear's lies, because fear is a liar, then we begin to believe those lies and they become truth for us. So it was a process. It's a process. It's a process. But eventually, I risked ignoring the fear. And in my heart, in my body, in my will, I said, yes, God, I'm going to trust you. And just by an act of my will, it's almost like I laid down before God and I felt like I was jumping off a cliff. But I trust God there now. It changed. It was a process. And the whole point of what he wanted to do was for me to know him better. And the whole point of what he wanted to do is to know him better. So, what is your giant? Who is your terrorist? Who are your giant? Who are your terrorist? The giant name fear might be taunting you, might be pushing you. Do you remember Goliath, the giant Goliath? You probably remember the giant Goliath in 1 Samuel 17. He was standing before the Israelites. He believed that he was the strongest, the biggest, most powerful. 1 Samuel 17, 9, He said, He said to everybody, come fight me, come fight me. He said in verse 9, if anyone is able to come and fight me and kill me, if anyone is able to come and fight me and kill me, then we will be your servants. Then we will be your servants. But if I prevail and I kill him, then you will be our servants and you will serve us. then you will be our servants and you will be our servants and you will be our servants and you will be our servants. The terrorist, fear, the giant name fear, the giant name fear, is battling over whom we will serve. fear wants you and me to serve him. He wants to win and we serve him. Fear is extremely confident that he will be the leader. But you know what? This is what giants do. Именно это великаны и делают. They intimidate because they want to block our movement, our moving ahead with God. They want to keep us from our calling, from our destiny. Giants act like false gatekeepers in our life. Они действуют как неправильные стражи в нашей жизни. Like out here in the parking lot, where the parking lot is, this way. And there's the arm that goes up and down. You can come in, you can go out. Giants want to be your gatekeeper and keep you away from God's plans for you. Они останавливают вас от того, чтобы вы исполнили Божий план. But what is our resolve? What is our answer? Но как мы можем ответить на это? Of course, it's to look at the gatekeeper. Конечно, это смотреть на шлагбаум. And the reason why your giant or your terrorist right now is almost screaming at you, is saying, I'm here, I'm the gatekeeper. Because your Jesus, your gatekeeper is standing right next to you. That's why it's happening. Because the gatekeeper, your door, Jesus who said, I am the door, I open the way for you. He's right there. And the false counselor doesn't want you to know that. When we're listening to our gatekeeper, we cannot see that God is right there. Psalm 24, verse 9 and 10. Psalm 23, 9 and 10. It talks about gates and doors. It's about our beloved Jesus. Он говорит о нашем возлюбленном Иисусе. Lift up your head, O gates. Поднимите врата. Lift up, you everlasting doors. Поднимитесь, вы вечные двери. And the King of Glory shall come in. И войдет Царь Славы. Who is the King of Glory? Кто есть этот Царь Славы? The Lord of Hosts, He is the King of Glory. Господь сил, Он Царь Славы. The truth about our beloved Jesus as our gatekeeper is that He is always with us, showing us the way. He is always maybe even rearranging some situations in our life so we can step into the good way that He has for us. Он может быть даже какие-то ситуации поворачивает в нашей жизни так, чтобы это был правильный путь для нас. He is always right there. Он всегда там. As the one who opens up, causes us to know what to do next. Как тот, который дает нам понимание, что нам делать дальше. But if we are busy having tea with fear, но если мы пьем чай со страхом, it's difficult to believe that. Сложно в это поверить. It's difficult to agree with that. Сложно с этим согласиться. And we want to agree that our beloved Jesus is with us all the time. Мы хотим соглашаться с тем, что наш возлюбленный Иисус всегда с нами. I'm so close to you that we have this constant partnership and it's good no matter what your day is, no matter what your job is. So I feel like the Lord today wants us to understand that Jesus is offering us the green light. You're like if you're sitting at a traffic light and you have red, yellow, green. Вот вы сидите и перед вами светофор. Вы сидите в машине и красный, зеленый, желтый. Red means stop. Красный означает остановка. Yellow, caution. Желтый, внимание, осторожно. Зеленый, поехали. I'd like to suggest that Jesus is the green light man. Я бы хотела вам сказать, что Иисус это человек зеленого цвета. When we listen to fear, fear is our counselor, we're constantly looking for the red light and the yellow light. Когда мы слушаем страх, мы всегда смотрим на красный или желтый цвет. The terrorist's fear lies to us and tells us that your God is the God who's always trying to present the red and yellow light. when we live our life trying to watch for the way I'm not supposed to go, если вы пытаетесь постоянно смотреть туда, куда вы не должны идти, the green light gets tuned out, we hardly see it. То мы тогда и не можем видеть зеленый цвет. What if we believed that Jesus really is right there, that he is my door, he is my way, that he is always giving wisdom, that he always has good for my path, what if we live life from that perspective? That's what I mean by Jesus being the green light. If we're wearing our nightshades, если у нас затемненные очки, мы ослеплены к Божественному «да». Когда у нас надеты вот эти очки, мы не можем принять его благоволение, мы не можем принять правду о том, что «да, он сейчас рядом со мной». мы сегодня говорили о том, что «де Дух Господень, там свобода». И сейчас что-то происходит, производимое Духом Святым, where our eyes are being opened to desire to look for the green light. Наши глаза открываются к желанию, чтобы мы видели зеленый свет. It's a shift. It's a change. Это изменение. It's what we believe about God. Это то, во что мы верим, есть правда о Господе. Remember the story I told you about, I was terrified something was going to happen to our daughter. Помните, я вам рассказывала историю, что я боялась, что что-то случится с моей дочерью. All I could see was the red light, the yellow light. И я видела красный и желтый свет. But He did a change in my heart because of who He is. Но Он изменил мое сердце по тому, кем Он является. And I'm at peace and rest because He's the green light God. И я в покое, потому что Он Бог зеленого света. So it's time to make an exchange. Время обменяться. I suggest that it's time to exchange something with God. что время обменяться чем-то с Богом. Give the eviction notice to that terrorist that's hiding in your home. Dайте not to eviction. Eviction by. You must leave. Да. Дайте понять страху, что Он вам больше не нужен. Whether it's self-pity, fear, anxiety, call the terrorist for what it is. and say, Jesus, help me. I don't want this terrorist anymore. And He will come and show Himself for who He really is. кем Он является. Yeah. Lord, I ask You right now for all of us, any of us who are wearing nightshades and we don't know it. God, we just ask You for Your mercy, Your loving kindness and release the light, release Your power, release Your love that removes these nightshades. Lord, I ask You again, like You want to do every day, encounter us with Your goodness. Господь, как Ты хочешь делать каждый день, познакомь нас со своей благостью. Помоги нам доверять Тебе. Father, I ask that each one of us would see in a new way the green light give us the faith and the boldness to take the next step with You that You're saying to trust You. I'd like to say something, please. I believe that at least half of the people in this room at least half. You are aware of God inviting you to take the next step into something. Вы догадываетесь о том, что Бог говорит вам сделать какой-то новый шаг. To make a decision to go this way or that way. Вы принимаете решение в эту ли сторону мне пойти или в эту. And it's your invitation now to trust Him. И сейчас Он приглашает вас довериться Ему. I feel like part of the reason why we haven't been able to go this way or that way forward is because at our kitchen table we're doing this. мы за своим кухонным столом делаем вот это. God, we agree with you today and release your ability, God, for me to trust you in a greater way. чтобы я доверял тебе больше. I know I can't do it, I know, что я не могу этого сделать, but you can. But you can. And I say today, God, this is my step. I ask you to cause me to trust you in a deeper way. and I declare for you today, as you agree with your beloved as he's speaking to you, that when you agree with that, you advance. That when you agree with that, you advance. Something changes for you. you may not feel fireworks, but every time you agree with God, which is what you're doing right now, the kingdom of God comes and you move ahead. So I declare movement ahead, you're taking the next step and you trust your God more. you find relief from that terrorist and freedom. I declare increase of strength in faith for you. In Jesus' name. God, I ask that you would place this truth, this teaching and put it in their tool belt so that we can keep it in music, keep it in music at any time. Thank you, Father, for this good gift. We receive your word as a good gift. Thank you, Lord. We take your word as a good gift. Thank you, Lord. Amen. 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 Amen.